Приветствую вас, и то, что вы описываете, называется вспыльчивостью, называется импульсивностью и излишней эмоциональностью. Дело в том, что мелкие ссоры, бытовые ссоры, есть и все, и как бы переживать их, участвовать в них, к сожалению, ненормально. Дело в том, что вы, так получилось, что воспринимаете вот эти ссоры слишком сильно, слишком буквально, слишком ярко. В детстве чего, на момент ссоры вам кажется, что вы не хотите быть любимой, собирается вещи и уходит. Но, как только вы устаете, ой, прошу прощения, как только вы остываете, вы тут же понимаете, что, в общем-то, конфликт между выединенного яйца и что вы хотите вернуться. Соответственно, что нужно делать? Во-первых, необходимо понять, почему вы так реагируете на ссоры, так импульсивно реагируете на ссоры. Как правило, как правило, проблема подобного рода кроется в детстве. То есть, где-то, когда-то вы пережили достаточно серьезный эмоциональный конфликт, и теперь на все конфликты реагируете вот таким образом. Вам кажется, что в момент переживания конфликта, что все плохо. Соответственно, вам необходимо понять, что ваши чувства, когда вы сыграете вещи, уходите, это действие, не контролируемое, не имеющее ничего общего с рациональным интеллектуальным поведением. И вам нужно в процессе осознания своих внутренних конфликтов. Дело в том, что подобная реакция есть вследствие наличия внутренних противоречий, может быть, это вас беспокоит, отражающих факторов и так далее. А, значит, путем разрешения вот этих вот конфликтов, вам нужно привести свой внутренний мир в порядок, в гармонию, в единство. И учиться контролировать свои эмоции. Хотя бы таким образом. Вот хотя бы на первое время таким образом. Значит, когда вы ссоритесь, можно брать какой-то предмет и смотреть на него, где будет написано, что через 10 минут вы остынете и не заходите и уходите. И вам нужно просто переждать этот момент. Переждать и не идти на поводу у своих желаний. То есть, мы включаем у вас установку, согласно которой вы не слушаете свои чувства в момент, когда ссоритесь. А ждете, пока они улягутся, пока они пройдут. И вот тогда вы научитесь контролировать свои ощущения. Потому что вы действуете на основе ощущений. Ощущения, это как, например, вот боль. То есть, вот если, допустим, вас уколоть иголкой, вы почувствуете боль. И вы, наверное, захотите защититься инсенсивно. Соответственно, как только боль пройдет, вы перестанете испытывать тягу к дыши. А на этом боли нет. Соответственно, вы знаете, что если вас уколят, то боль будет длиться какое-то время, потом она исчезнет и жирнет. То есть, самое здесь. Вот один в один ситуация как угол. Только немножечко на другом уровне. И вот, что нужно сделать, это перестать выстраивать свое поведение на основе ощущений. А стараться строить его, свои поступки и поведения на основе чувств. То есть, не в ситуативных ощущениях. А вне ситуативных. Продолжительных. Устающих чувств, которые у вас появляются. Которые у вас проявляются после ощущений. Ну, а яркость ощущений, яркость эмоций, чувствительность, особенность восприятия, нужно пролабатывать. Что для вас значит конфликт? Почему вы на него так больно реагируете? Ответы кроются в вас самому. И чтобы эти ответы получить, чтобы вы поняли, почему так происходит, и научились это контролировать, работая с причинами, а не со следствиями. Ну, нужно беседовать с вами, узнавать вашу историю жизни, анализировать ее. И тогда можно будет найти решение вашей проблемы. Но на первое время, на, так сказать, вот, ну, на краткосрочный период, вам вот такая вот будет рекомендация. Значит, в обязательном порядке посмотрите профили экспертов на нашем ресурсе. Вы выберете себе того эксперта, которому вы доверитесь, и начнете работать с ним по своей проблеме. В формате вопроса света вашу проблему целиком не решите. Потому что слишком мало информации о вас, и нету никакой истории в вашей жизни. А она необходима для того, чтобы помочь вам преодолеть вот эту вот импульсивность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ссылочку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok